снова потери на фронте снова к сожалению раненые убитые биты медик режим тишины россия не соблюдает россия вообще не хочет мира понимаете вообще не нужно было заглядывать в глаза путину чтобы увидеть там что-то по действиям путина по действиям россии можно определить хотят ли они мира или хотят они войны хотят они войны иначе бы и не нападали бы на нас иначе бы не аннексировали полуостров не оккупировали бы часть луганской донецкой области они хотят воевать это в их сущности внутри империя так устроена что она воюет империя всегда воюет с теми государствами которые находятся по соседству вот с которыми она граничит где заканчивается империя империи нужно расширяться иначе империя сужается и исчезает как это было советским союзом хочет ли путин мира нет не хочет нужно ли нам каким-то образом остро и жестко реагировать на эти события на фронте конечно нужно нужно дать так просраться там русским солдатам россиянам которые то на той стороне находится коллаборантом в том числе тем оккупантам которые находятся на моей родной луганской донецкой земле вот им нужно дать просраться вот так чтобы артиллерия там влупила так чтобы мало не показалось всем тем кто нарушает режим тишины если уже договорились шестой год война 6 лет как можно до сих пор верить словам российского офицера честь и слово российского офицера смешно после лавайска смешно нет у российского офицера чести и нет у российского офицера слова артиллерия артиллерия последний довод королей Я ненавижу артиллерию, если честно. Вот прям ненавижу всеми фибрами души. Просто вот до отвращения. Вот все то, что придумало человечество, оружие, которое стреляет большими калибрами, оно настолько жуткое, оно настолько... Это страшно. Работа крупнокалиберной артиллерии действительно страшная. И передать это словами невозможно. Объяснить, что несколько лет после того, как ты побывал в тех местах, где работает артиллерия, откуда вылетает снаряд и куда прилетает снаряд, и ты находишься и в том, и в том месте, что потом несколько лет просто от громких звуков, которые похожи на выстрелы артиллерии, которые неожиданно для тебя, ну, что-то за окном или просто вот на улице, проходя мимо, там что-то уронили рабочий, я не знаю, там лист металла какой-то, он с громким грохотом упал. Дергаешься вот так вот, вот так просто. И начинает сердце колотиться, и тебе страшно. Окружающий, никто не дернулся. Пару лет нужно привыкать после фронта, пару лет нужно привыкать к самолетам, которые мимо пролетают. После 2014 года, где-то к году, к 17-му только, я привык к тому, что надо мной мирно пролетают самолеты, а я не смотрю, самолет, самолет, и нет никакого чувства тревоги, да. Самолеты военные, которые летают не просто так, а которые выполняют боевую задачу, выполняют фигуры высшего пилотажа, я про это уже много раз говорил, я вообще не знал в детстве, вообще не понимал, для чего летчики выполняют фигуры высшего пилотажа. Я честно сказать, далек от этой темы, но я понимаю, что такое бочка, там петля, петля Нестерова, я просто думал, ну по глупости, по наивности своих, что они выделываются, ну вот реально. То есть, ну как бы, как гонщики на автомобилях, смотри, как я могу вот так на автомобиле поворачивать, вот так, и летчики на этих истребителях, на самолетах могут делать эти фигуры высшего пилотажа. А потом, когда ты видишь, как летчик и самолет под управлением летчика при помощи фигур высшего пилотажа уходит от ракеты, которую выпустили оккупанты из переносного зенитно-ракетного комплекса, которая «Игла» называется, которая российского производства, которую россияне привезли к нам, вот ты это видел в Луганске, он выстреливает тепловые ловушки, самолет, и при помощи фигур высшего пилотажа уходит от этой ракеты. Я говорю, что ты понимаешь, что это все не просто так, что летчики, которые имеют большой опыт вылетов, у которых много часов налета, то они опытные, и опытный летчик уйдет от ракеты, а неопытный, к сожалению, нет. Когда ты понимаешь в 2014 году, что фраза «прошелестел снаряд», я про это тоже много раз говорил, она для меня всегда раньше в книгах, когда ты читаешь книги про войну, про «шелестел снаряд», ты не понимаешь, почему он «прошелестел», ведь все, что мимо пролетает, снаряды, пули, они вот так «пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс-пс». То есть они свистят. А когда ты слышишь, как свистят пули, и как прилетают мины, и как пролетают мимо снаряды, то ты понимаешь, что это разные звуки, совершенно, абсолютно разные звуки. Снаряд шелестит Когда мимо тебя пролетает снаряд Делай так Такой бочоночек И ты прям физически ощущаешь Что вот он тут Он не пролетает как пуля Или как мина которая со свистом падает И этого лучше бы никому не знать Эти знания которые никому вообще не нужны Ни одному человеку в мире Не нужны эти знания Зачем Зачем мне знать как шелестят снаряды Зачем мне знать как стреляет артиллерия Зачем мне на слух определять 152 мм От 82 мм Для чего Это война Мы не звали войну к себе К себе домой в Луганск Не было тех людей которые хотели войны Не было Эту войну развязал Путин Эту войну развязала Московская империя Она хочет этой войны И это не та сторона Это не какие то вооруженные Незаконные бандформирования Потому что законных вооруженных бандформирований не бывает Это не незаконные какие то боевики Это Российская Федерация Володя, Зеленский Научись, проснись в конце концов Больше года ты президент Это Российская Федерация Тебе нужны доказательства агрессии Российской Федерации Спроси у министра обороны У главы генерального штаба Спроси у того, кто сегодня руководит десантными войсками У разведчиков, у службы внешней разведки Тебе отчеты принесут готовые Через три минуты У тебя на столе будет отчет Файлы в компьютере Все, что уже сегодня томами выложено в интернете Гигабайтами, терабайтами Этой информации полно Володя, это российские войска Нет никакой той стороны Нет никаких вооруженных боевиков Нет никаких ДНР и ЛНР Володя, это Россия Это Путин Там нет в глазах мира Там в глазах есть война Вот пушки Они хотят стрелять и убивать нас Они хотят тем самым военным путем Заставить нас остаться в их геополитической сфере влияния Они хотят руководить Украиной Как они делали до этого А Украина хочет независимости Поэтому Россия пытается повлиять на нас Вот этой разрухой, войной, горем, убийством людей Военным путем заставить нас Она говорит, если ты не будешь Украина со мной в одном государстве В союзном, таежном, как угодно В каком угодно То я буду тебя убивать Ситуация очень похожа на то Как женщина, которую бьет муж Алкоголик, который негодяй и садист Уходит от него И говорит, я тебя больше не люблю И не хочу с тобой жить Я хочу жить как минимум отдельно Возможно даже с другим мужчиной Вот мне он больше нравится Он мне дарит цветы и не бьет меня А он начинает ее шантажировать И начинает ее физически преследовать И бить в том числе И говорит, если ты вернешься ко мне Я бить буду тебя меньше И любить буду тебя больше А возможно перестану пить Хотя не факт Нет, так не бывает Неправильно вот это вот Трактовать поговорку Бьет значит любит Это для россиян Не для нас У нас женщины такого не терпят Большая часть женщин Которые сталкиваются с домашним насилием У нас в Украине Могут дать сдачи Мы как страна Можем дать сдачи Мы не будем терпеть насилие Со стороны Российской Федерации Мы будем защищаться И будем защищаться столько Сколько нужно Мы не будем ждать Пока Россия захочет мира Мы его сможем восстановить сами Самостоятельно Россия сдохнет в конце концов Империи все сдыхают Они все недолговечны Независимость, демократия, свобода вечны А империи не вечны Где Австро-Венгерская империя? Где империя Гитлера? Где империя Советского Союза? Империя Сталина? Где империя Александра Македонского? Умер Македонский И исчезла империя вот так вот Просто вдрызг И потом коленистический мир Мы изучаем потом Несколько веков После смерти Александра Македонского Несколько веков Существовала разрозненная эта империя В различных частях И это была очень интересная история А тот Александр Македонский Несчастный Прожил, может быть Одну пятую часть Сегодняшней современной жизни человека А успел натворить делов сколько Империи разрушаются Мы выстоим Мы дождемся того Что империя Это сдохнет и развалится Посмотрите, что происходит сегодня На Дальнем Востоке В Хабаровске Они уже говорят о том Открыто О чем мы говорили много лет Они говорят Мы не хотим кормить Москву Мы не хотим быть под Москвой Хабаровск не должен быть под Москвой Что будет делать Москва дальше? Как она будет усмирять Бунты в регионах? Да проще всего усмирять При помощи вот же Опять же Оружия Потому что по-другому Интеллектуально По-другому Они действовать не могут И на Донбассе И в Крыму Они действуют только С позиции силы А мы должны быть умнее Володя Но нужно называть вещи Своими именами Во-первых Нужно защищать Свою территорию Защищать своих солдат Недостаточно Я возьму под личный контроль Ситуацию с погибшим медиком Ты взял под личный контроль Все в стране Уже даже Продажу картошки Ты взял под личный контроль Все на свете Ты взял под личный контроль А что это значит? Что такое личный контроль? Это значит, что типа Отстаньте от меня Я видел Слышал Я займусь этим вопросом Как ты займешься этим вопросом? В глазах Путина Увидев мир Нет Там нет мира Нужно защищать свою территорию Нужно давать решительный отпор Оккупантам Нужно давать так Чтобы кровавой юшкой Они там умылись Для того Чтобы больше не было Желания нарушать Условия Временного перемирия Условия режима тишины Для того, чтобы не убивали медиков Нужно было кровью умылись И все Это нужно сделать жестко Строго И сделать это так Чтобы неповадно было никому И тогда В окопах Солота Чувствуют себя защищенными Нужно называть вещи своими именами Путина нужно называть Так, как его называет весь мир Возможно Можно про него петь песни Возможно нет Это уже дело такое Хотя слух у Володи Вроде как неплохой И песни он поет Довольно замечательно Нужно отстаивать интересы Украины И не нужно делать так Чтобы все твои заявления Я сейчас обращаюсь к Зеленскому Были всегда направлены Прямо противоположно Мы хотим вступить в НАТО Но не хотим Мы хотим укреплять курс гривны Но не хотим Ну как-то год прошел Год назад Они свои махинации Правительство Зеленского Вместе с Зеленским Год назад Они правительство Вместе с президентом Объясняли нам Укрепление курса гривны Хотя при этом делали Манипуляции Махинации С облигациями внутреннего займа Укрепление курса гривны Это хорошо Это здорово Это хорошо И позитивно влияет на экономику Проходит год Ну точно как у Орелы Астазия никогда не воевала С океаней А вот теперь Собственно и снова Вот опять Проходит год Володя Зеленский говорит Что изменения В руководстве Национального банка Украины Связаны с тем Что у нас в бюджет Правительство заложило По 30 гривен за доллар А он сегодня стоит 26 Значит нам нужна девальвация Да год назад же говорили Про то что это хорошо Что нужна наоборот ревальвация Что гривна должна быть укрепленной Что доллар должен стоить меньше В гривнах А теперь он должен стоить дороже Как так? Что поменялось? Что изменилось-то вообще в целом? Ну как следить за этим? Как понять стратегию для инвестора? Как понять стратегию в государстве? Что делать и как прогнозировать свои действия Через год, через два Для того человека, который собирается создавать рабочие места Который собирается инвестировать в экономику Как населению вообще понимать Где наш курс? Какие планы у нас? Какие у нас планы будут в стране через год Через два Как вы собираетесь Хорошо, увидел в глазах Путина мир Так как вы собираетесь его добиться? Вы подпишите новые соглашения? Либо будет имплементация минских соглашений? Вы будете выполнять решения, которые приняло предыдущее руководство до вас Которые Порошенко подписывал? Вы будете выполнять минские соглашения? Если будете, то как? Как вы это видите? Либо вы призываете страны, международное сообщество К тому, чтобы они усилили санкции против России И таким путем будете давить на Россию Чтобы она перестала убивать наших солдат И перестала оккупировать эти территории Чем вы там вообще занимаетесь? Каждый день читаю новости Под очередной сессией Верховной Рады Да обговорится пытание игрального бизнеса Важный вопрос, игральный бизнес Важный Но неужели его нужно обсуждать именно сегодня? Именно вот на подчерковой сессии Верховной Рады Важно ли это? Важно! Ну, на фронте потери В экономике не пойми что Дядь-ка вот сейчас будет тут пилить траву эту И ничего не будет слышно Ну, как так-то? Как так? Каждый день читая новости Думаешь, ребята Дайте сигнал Какая у вас стратегия? Дайте сигнал Какая у вас тактика? Что нам завтра ждать? Чего нам ожидать? Чего не ожидать? Формула Штанмайера Будет имплементована или нет? Вы ее будете вносить в закон Про саблевый статус Окупованных территорий Про Ордло или нет? Никто ничего не знает Ответов на вопросы нет Ну, мы обсуждаем игральный бизнес Давайте обсуждать игральный бизнес Классная тема Хорошая тема Где людям деньги брать Для того, чтобы идти играть в этих автоматах Чтобы поставить на красное Либо на черное Либо, возможно, на зеленое На zero На ноль Да? Зеленый ноль Нужно же иметь деньги Или вы ждете, что Людмила Бульмистер Сейчас она добилась того, что Руководство Национального банка меняется Теперь напечатают денег И всем выдадут по три тысячи А может быть по девять А может быть по сорок А может по сто И тогда появятся людей деньги И начнут играть в автоматы Ни хрена же непонятно из ваших месседжей Просто ничего Нет возможности понять Что у вас там вообще в головах происходит Отсюда я делаю вывод Что у вас в головах ничего не происходит И что там пусто Я не знаю, какие выводы вы делаете, зрители Но меня это возмущает с каждым днем Потому что кроме стратегических попыток повернуть Украину От Европы Развернуть в сторону России В объятия братского народа Так сказать Я других попыток что-то сделать в стране не вижу Позитива не вижу Вообще Негатива вижу вот так Целый день невозможно будет ролики записывать Через каждые полчаса новости прочитал Пошел, ролик записал Так нельзя Я не могу в таких условиях записывать видео Каждый день одно и то же Читаешь новость, уже забыл что вчера они говорили Уже сегодня снова какие-то зашкваров наделали Просто капец на голову не лазит Ребята, корабельные сосны И корабельные плотники Кто там растет и кто там кого стругает Я не знаю Пожалуйста Подумайте про Украину Вспомните про нее Иначе нам Активной части общества Снова придется вам про это напомнить Власть в Украине И источником власти в Украине Является народ Украины И он может осуществлять свою власть Через выборные системы Через депутатов и местные власти А может и осуществлять власть непосредственно Напоминаю на всякий случай Поддерживайте украинскую оппозицию Поддерживайте украинских блогеров Подписывайтесь на канал Распространяйте видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok